здорово ребята сегодня такой прекрасный день по полному принципу мороз и солнце день чудесный светит так но зубы по выпадают ребят я сегодня дам короткий апдейт относительно того как проходит моя сумасшедшая идея с достаточно короткими интенсивными и очень частыми тренировками потом сегодня мы с вами поговорим о такой супер важной штуки как зимний жор ну конечно тренировка которая сегодня у нас будет по расписанию это скорее всего будет корм то есть я хочу планирую сделать мышцы пресса верхний нижний косые обязательно что-то будет связано с гипер экстензиями то есть поработаем по пояснице вы помните главный принцип который я пытаюсь практиковать в этой сверх интенсивной и супер насыщенной программе большим количеством тренировок это 15-20 минут максимум и супер высокой интенсивностью вчера я отдыхал первая тренировка которую я снимал и рассказывал о том что меняю свою программу было с грудью после нее я не снимала не показывал был трицепс и ребят я вам должен сказать что первый раз за очень долгое время сейчас я прям чувствую что трицепс болит очень хорошо поэтому сегодня я думал делать плечи но поменял ее на core сегодняшнюю тренировку потому что трицепс вообще не восстановился и грудь еще болит поэтому плечи наверно следующий раз сделаем итак у нас получилось два дня подряд занятий потом один день суббота выходной и сегодня воскресенье сегодня фигачим с кором очень хотел бы снимать в зале и рассказывать вам одновременно с тем что я и как делаю но мне кажется что группа аэросмит которая сзади играет и youtube алгоритм будет не очень довольны тем что их музыка играет на заднем фоне по-любому забанят это видео какое самое тяжелое время для удержания любой диеты то есть любые принципы которых вы пытаетесь придерживаться будь то периодическое голодание будь то раздельное питание белков и пофигу ребят не имеет значения какое самое самое тяжелое время для удержания этой диеты это осень середина и ближе к зиме вот та часть года которая уже не такая золотая осень когда листья красиво падают когда все такое симпатичное красивое еще тепло можно ходить футболочках полураздетым нет это та часть осени когда сиро грязно на регулярных основаниях идет дождь и вообще полусуицидное состояние ты знаешь что впереди еще целая странная зима вот это ребята самая паскудная пора и потому что погода такая а потому что эволюционно наш с вами организм настроен ребята на то чтобы сохранить жизнь то есть у него заложенная функция внутри то есть он не виноват в том что от тяжелее держать эту или иную диету он не специально старается вас заставить да уж жрать 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 ненасытный аппетит постоянное желание кого-то убить и съесть блин всего внутренности и закусить печеньем за сгущенкой желательно это эволюционно сложившийся инструмент который заставляет нас двигать жопой жрать наедать сало наедать жир для того чтобы пережить зиму ведь зима 100 тысяч лет назад и на протяжении длительного эволюционного периода через который проходили люди да наши с вами предки не только homo sapiens homo erectus и все кто были до них вот все эти товарищи выживали за счет того что тяжелую зимнюю пору получалось пережить только у тех людей которые имели достаточное количество отложенного жира как белые медведи которые проживают всю зиму в спячке потом отжираются на зиму и снова переживают как бы зиму то что не успел отъесться тот сдох так вот период накопления жировой прослойки до вот этого сала от которого мы с вами всячески пытаемся избавиться вот этот период накопления это как раз и вторая половина осени организм пытается сохранить нам жизнь заставляя нас кушать чтобы сохранить какое-то количество лишних калорий в виде жира если будет голод чтобы мы с вами не закончились и как бы естественно абсолютно нормальным вопросом будет алексей а как же бороться с зимним жором как не переедать ребята не как только метод силы воли здесь работает и все то есть нет нет блин такой таблетки который называется не жиротин нет способа который помог бы избавиться от этого регулярного чувства дурацкого голода вот этот период месяц полтора его нужно пережить нужно бороться дисциплина ну конечно отсутствие инсулинорезистентности очень помогает в этой ситуации ну и большое количество жиров то есть здесь намек на кето прям вообще прям будет в самую точку и ребята инсулинорезистентность как всегда ее никто не отменял если вас ее нет это хорошо а если вы не знаете что это такое обязательно поставьте лайк этому видео подпишитесь на канал и напишите алексей давайте обсудим что такой инсулинорезистентности как ее лечить потому что именно эта штука ребята позволяет переживать самые тяжелые периоды голода на подкожном жире инсулинорезистентность позволяет точнее отсутствие инсулинорезистентности позволяет переносить длительные периоды без пищи намного легче. Я в одном из лайвов описывал, что такое инсулинорезистентность, но если вы хотите, чтобы это было в отдельном видео или вот что-то такого формата, как сейчас влог, я шляюсь, тренируюсь, провожу занятия и заодно общаюсь с вами, обязательно напишите. Давайте обсудим инсулинорезистентность. И это будет обязательно в теме следующего видео. Вот это, вот это интенсивность. 25 минут, пресс, все боковые, все в говно. Так, а сейчас разберем, что у нас сейчас были за упражнения. А было у нас, ребята, полное уничтожение всего, что касается мышц кора. То есть кор, вы понимаете, да, это ядро, так же, как ядро планеты, это ее сердцевина, точно так же и кор, ядро силы, ядро баланса, центр силы любого человека, это мышцы пресса, верхний, нижний, это косые, это поясница, это все те мышцы, которые отвечают за наше удержание и ориентацию в пространстве. Так вот, ребят, у нас были следующие вещи. Это всевозможные скручивания. То есть я стараюсь делать разминку подтягивания с скручиванием ног, отжимания на брусьях со скручиванием ног. То есть такая вот комплексная разминка, мощная, которая включает не только мышцы верхней части тела, но и мышцы пресса. Затем идут очень базовые упражнения. Я не люблю все эти суперизолированные, там, с какими-то короткими амплитудами упражнения для пресса. Они идут все в конце, тогда, когда ты уже просто не можешь ни черта держать. Это подъемы на лавочке ног с максимальной амплитудой. То есть сколько есть, столько и поднимаем, да. Видите, на лавочке я стараюсь опуститься ниже уровня горизонта, затем поднимаем наверх. Затем с отрывом ягодиц тяжелейшее упражнение с удержанием корпуса в углу 45 градусов относительно лавочки. Затем подъемы ног на стороны тоже на косые мышцы пресса. Одно из моих самых любимых упражнений. Опускание с блином 25 килограмм на стороны. Опускание в стороны точно так же с блином, с утягощением в козле для гиперэкстензии. Более усложненная версия козла для гиперэкстензии, только козел для гиперэкстензии у нас обычно 45, а вот этот, на котором я сейчас делаю, это горизонтальный козел. На нем прекрасно можно сделать и гиперэкстензии для мышц поясницы, и задней поверхности бедра. Точно так же и на нем прекрасно получается делать пресс и уходить прям в отрицательный-отрицательный угол. В общем, упражнений получилось великое множество. И после того, как я уже перестал снимать, я еще немножечко доел, подержал парочку статик и поработал в классическом козле, с которого все обычно начинают. Я его делаю в конце. Вот это, ребята, была моя тренировка кора сегодняшняя. Как я говорил, сегодня вверх отдыхает. Стараемся поддерживать высокую интенсивность и регулярно заниматься. То есть два дня, один день отдыха, три дня, один день отдыха. Продолжаем практиковать. Я продолжаю практиковать эту схему, о которой я говорил в первом видео. Если вы его не смотрели, вот ссылочка сейчас появится на первое видео, ребят. И, как обычно, если вы не подписались, ребят, на канал, вот здесь кнопочка, обязательно подписывайтесь. Нажимайте лайк для видео. Я вам очень благодарен за то, что вы поддержали лайками и хорошими комментариями. И вам понравился такой вот вид контента, который как бы типа в стиле влога у нас идет, да. И я рассказываю какие-то вещи и показываю какие-то упражнения и тренировки. Ну, в общем, круто. Мне нравится тем, что мы общаемся. И мы общаемся вживую. Масса локаций. Поэтому, как всегда, ребят, спасибо вам огромное за внимание и до следующего выпуска. Пока!